На какие предложения стоит обратить внимание, если вы хотите купить что-то для инвестиций, в том числе для перепродажи, возможно для удачной покупки по выгодной цене, для того, чтобы эту квартиру сдавать, чтобы это была локация с пешей доступностью до инфраструктуры, которая подойдет для постоянного места жительства. Это в виде школы, садика, сетевого магазина, автобусной остановки, чтобы это было не у дороги, как, допустим, ЖК Лилии, который я недавно вам показывал, да, если кого-то смущает. И, в принципе, я обещал, что в локации, так сказать, района, микрорайона Блинова есть такие предложения, но только за наличный расчет, потому что дом сдан, но сейчас производится раздел по помещениям, то есть, в принципе, очень интересное предложение. Вот такая вот квартира, это будет статус жилого помещения на четвертом этаже, 31,5 квадратных метра, обойдется вам всего лишь по 81 тысячи за квадратный метр. Цена уже в сданном доме выше 100 тысяч за квадратный метр, примерно, ну, это будет однозначно, да, потому что здесь тихая улица, тихий спальный, так сказать, район, отлично подойдет эта квартира для долгосрочной аренды. Ну и, соответственно, для перепродажи. 2,550 и полноценная, получается, однокомнатная квартира, то есть, мы здесь выделяем санузел, здесь у нас есть кухня и здесь есть спальня и даже присутствует гардеробная. Если вдруг у вас не хватает на такую квартиру, я вам покажу еще одно предложение, которое стоит рассмотреть, потому что вот в данном случае есть еще здесь доплата за газ 150 тысяч рублей, а в следующем предложении квадратура будет поменьше, то есть, вы в 2 миллиона 400 тысяч рублей уложитесь уже полностью с оплаты за газ. Пойдемте, я вам покажу. Сейчас я вам выйду, покажу, как выглядит отделка внутренняя, сейчас уже остался только потолок, то есть, двери везде уже поставлены. Вот, дверь, кстати, нормальная, ребят, но менять не надо было. То есть, нормальная. Этот лестничный марш сейчас делает лестницу, то есть, перилы устанавливает и так далее. И вот такая вот студия с балконом на четвертом этаже, здесь проходят коммуникации, будут проходить, санузел и, в принципе, большая, просторная кухня-гостиная. То есть, ну, выделять как-то ее смысла я не вижу. Вот, есть место под прихожую. Такая квартира будет стоить 2 миллиона 400 тысяч рублей. При этом здесь есть даже балкон. Видите, да? Балкончик. В общем, тоже очень интересное предложение. Небольшой планировки за недорогую цену. В дальнейшем, конечно, чем меньше у нас квадратура по площади, тем дороже стоимость за квадратный метр. То есть, уверен, что вот эта квартира от прежней, соответственно, будет дороже тысяч на 10 за квадратный метр. Поэтому стоит обратить внимание и на вот эту площадь, небольшую, самую ходовую. Она по 84 тысячи за квадратный метр. То есть, в принципе, тысяч, даже если на 20, она подорожает, будет где-то 105 тысяч за квадрат уже с документами. Также можно будет потом уже в будущем продать в ипотеку. Но это уже, понимаете, минимизировать нужны риски при покупке квартиры для инвестиций. То есть, не надо будет ждать, когда это построится, когда подключат коммуникации и так далее. А здесь уже все техусловия получены. Сейчас уже подключают коммуникации в виде газа, в виде централизованной канализации. Это не какие-то локальные очистные сооружения. Водопроводы и соответствующая необходимая мощность электроэнергии. Поэтому два предложения, которые стоит рассмотреть под перепродажу дальнейшую. Раньше как-то вот было, когда ты вкладывал там по 60, ты продавал по 80, к примеру. И это было в пределах года. То сейчас 20 тысяч инвестиций, это примерно около полумиллиона рублей, можно сделать буквально, пусть даже максимум, это полгода. То есть, это максимум мы берем, потому что сюда сейчас зайдут уже многие делать ремонты. Соответственно, чем меньше будет предложений уже без ремонта, то, соответственно, цена будет расти. Если вы в любой из квартир сделаете ремонт на продажу, мы вам в этом поможем, потому что у нас есть ремонтная бригада, которой мы занимаемся. То есть, выполняем ремонт, можем помочь и с закупочными материалами, и черновыми, и так далее, то любую квартиру вы продаете плюсом к вашим затратам еще на 10 тысяч за квадрат. То есть, можно будет здесь в целом прибыль увеличить до где-то 700-800 тысяч рублей за полгода буквально. Ремонт в такой квартире где-то примерно обойдется около 400 тысяч рублей, это уже под ключ. То есть, если мы будем делать недорогой ремонт, это без мебели, но с учетом полностью всех чистовых материалов. И, соответственно, вот такие вот квартиры будут с удовольствием люди снимать долгосрочную аренду. То есть, если такие квартиры продавать уже с ремонтом в ипотеку, то на сегодняшний момент предложений очень-очень мало, ребят, чтобы вам где-то за 3500 что-то показывать. Ведь я недавно вам показывал, в принципе, в такой же локации от моря, то есть в 4 километрах мы сейчас находимся, в жилом комплексе Уюта. Там 27 квадратных метров продавали за 4 миллиона рублей с ремонтом. Поэтому цены образования, оно в принципе разное, но в целом, как бы сейчас ниже 3,5 миллионов вообще нет никаких предложений. То есть, отсюда надо делать какие-то выводы. В общем, вот такая вот квартира. Два предложения всего лишь. Оставайтесь на канале, я сейчас покажу вам дорогу от этого жилого комплекса до инфраструктуры, которая вам понравится. Еще одну квартиру я вам покажу, которую можно приобрести за наличные. Это 32 квадратных метра, полноценная тоже однокомнатная квартира, здесь проходит коммуникации. Не скажу, что на ней можно заработать, сколько некоторым хочется видовые квартиры, то есть именно на третьем этаже. Именно чтобы квартира была с балконом, именно чтобы был вот такой шикарный вид, посмотрите, на море. Здесь как раз видна эмеретинская низменность, сейчас сливается у нас море, так сказать, с небом. Вот, ну, в принципе, ребят, за 3,500 уже с газом, то есть 32 квадратных метра, прямой вид на море. Ну, таких предложений, в принципе, не так уж и много. Поэтому, если кто-то хочет просто для себя квартиру, то смотрите, планировка удачная, и квартира угловая, и газовое отопление, и уже оплаченный газ, 3,500,000 рублей. Вид просто пушка. В той стороне у нас автобусная остановка, ну, мы сейчас проедем. Вот это вот жилой комплекс, который называется Лесная сказка. Мы с вами находимся на улице Лесная. Вот, сейчас мы отсюда с вами проедем до улицы Каспийской, это район Блиново, напомню. И я вам покажу инфраструктуру. То есть комплекс чуть-чуть на возвышенности находится, но для у кого есть, к примеру, транспорт, вообще никаких проблем нет. Вот, рядом, получается, у нас весь старый жилой фонд, это говорит о том, что это спальный район с развитой инфраструктурой. То есть здесь рядом есть и школа, садик, магазины, сетевые, парикмахерские. Ну, в общем, весь полностью жилой, так сказать, район, да, с тротуарами. Есть, кстати, здесь и здание полиции, если мы сейчас будем проезжать, то есть здесь должно быть, по идее, все безопасно, да. Тротуары. Вот мы с вами спустились, ну, сколько мы идем пешком, но я думаю, что на минут 5 это максимум, да. И вот здесь конечная автобусная остановка, от которой вы сможете доехать в любую точку уже, в том числе и в ходе Гастелло, 56-й, допустим, автобус, маршрут стоит. Вот магнит, а вот здание полиции. Едем с вами дальше по улице Лесна. Рядом здесь есть сквер, я как-то показывал, вот, то есть вот в этой стороне, кстати, неплохая мойка, ребята, здесь, по-моему, машина очень даже не плохо. И вот в той стороне как раз есть сквер, который попараллельно вот этой улице идет. Вот, то есть, если дети ходят пешком, в школу, к примеру, да, или вам нужно прогуляться в сторону, так сказать, улицы Каспийской, не обязательно по вот этой ходить. То есть, там есть отличный скверик с выложитой кручаткой, то есть, ну, фонарик и не так далее. То есть, даже прогуляться ездят где. Поэтому вот этот район, он зеленый, обратите внимание, сколько зелени вокруг, да, зоны национального парка. Дом, кстати, расположен тоже непосредственно с границы национального парка, то есть, сзади дома, где я вам показывал квартиры, да, вот эти две. То есть, получается зеленый массив, то есть, прогуляться можно, у кого, допустим, домашние животные, собачки, там тоже будет очень даже неплохо. До школы здесь идти буквально 15 минут пешком. То есть, рядом со школой также расположен детский садик, то есть, такая же у нас локация фактически. Так, ну вот мы уже подъезжаем ближе к школе, да, сейчас я вам покажу. Ну, садик, школа, они, ну, в одном и том же месте, да, находятся. По этой улице, как я сказал, двигается автобус, то есть, пешком не надо. Вот она, школа, видите. И вот у нас уже перекресток, по которому можно вправо уйти в сторону центра, отсюда ехать до центра 5 минут. Вот, и налево, если мы поворачиваем, это уже у нас сторона Веселого, ну, улица Каспийская вы знаете, и сторона Олимпийского парка, если мы свернем с вами направо. В общем, вот такая вот локация. Если вас заинтересовало предложение, то звоните по телефону, циферки вы знаете, а также не забывайте, что ремонт мы вам поможем. В общем, обращайтесь по поводу ремонта, я вам все это рассказал уже. Всем хорошего настроения, пока.